Уважаемый председатель, коллеги, дамы и господа, как я уже говорил, я очень рад быть здесь и представить вам некоторые замечания, оказательно в исследовании в области радиотерапии, в особенности на детях. Я могу рассказать вам на опыте Германии, что у нас примерно 40-летняя традиция в области использования данных методов лечения в педиатрии и вначале у нас не было референс-центров по радиотерапии, однако различные кафедры приглашали коллег с целью реализации различных программ, протоколов при лечении детей. И потом эта структура стала более формализованной. И на сегодняшний день каждая группа опухолей, которая изучается в Германии, в области педиатрии. То есть практически все закрыты сейчас, охвачены исследованиями в области все охваченной системы референс-центров, в том числе в области радиационной онкологии. И основные правила, основная задача для референс-центра по радиотерапии – это реализация различных аспектов радиотерапии. То есть ответственность радиоонколога состоит в том, чтобы объяснение, обсуждение протокола с представления его комитету и обсуждение с соответствующими департаментами и кафедрами. Иначе говоря, концепция радиотерапии и этих исследований должна быть прояснена. И также возможные показания к радиотерапии также должны быть объяснены в этом протоколе. Кроме того, есть разнообразные технические детали, которые должны быть упомянуты в протоколе. Например, определение целевых объемов дозированных доз радиации, включая критические вопросы разбиения, фрагментирование и однородность облучения, процесса облучения. И, естественно, часть этих вопросов необходима. И также выбор луча, собственно, типа луча. Кроме того, другие аспекты – это критерии качества в планировании радиационного лечения, критерии качества в самом лечении, комбинации с лекарственными препаратами и избежание побочных эффектов радиации. Еще одним пунктом является то, что ответственный референтный радиационный онколог должен постоянно общаться с коллегами из других департаментов радиационной терапии на периферии своего обследования, которые вносят вклад в это исследование. И референс-онкологи должны давать им систематические, но в то же время индивидуализированные достаточно рекомендации по планированию лечения и самого, собственно, лечения. И также существует, также это важно для первоначальных случаев, но также и в случае, когда нужно повторное облучение, и, естественно, особые случаи, которые сложны, например, для очень маленьких детей. Также для этого требуется интенсивное обсуждение между вот этими радиоонкологами. Также важно иметь документацию, документацию по планированию терапии, что может быть сейчас получено на основе современного планирования системы облучения, но не только детали планирования должны документироваться, но также и детали самого лечения. Третий пункт – это то, что референс-центры радиотерапии должны анализировать результаты лечения в отношении лечения на основе радиотерапии, что означает, что все планы и вся документация, все детали лечения, они должны быть зафиксированы, достаточность их должна быть отражена, достаточны они или нет, а также влияние радиационного облучения должно быть проанализировано с точки зрения контроля и выживаемости раковых больных, результата, если вообще какой-то результат. Третий пункт – это то, что это побочные эффекты, то есть побочные эффекты в таком случае радиационной терапии должны быть также проанализированы. Четвертый пункт – это существует тесное сотрудничество между референс-центрами, между референс-центрами в рамках различных исследований. В Германии есть рабочая группа, немецкого общества радиационной онкологии и общества педиатрии, педиатрическое общество гематологии и онкологии, и основной темой их обсуждения являются общие аспекты проблем радиотерапии в детях на примере детей, например, различных техник, которые могут быть в облучении протонным лучом, возникновение вторичных опухолей, вызванных радиацией, а также созданием инфраструктуры референс-центров и так далее. Предварительным условием необходимым является то, что руководитель референс-центра радиотерапии должен быть чрезвычайно высококвалифицированным и опытным в данной сфере человека, и референс-центру необходима достаточная инфраструктура, доступ к данным и также тесное сотрудничество с комитетом, который обсуществляет руководство исследованиями и кафедрами, соответствующими задействованными. И референс-центр должен также тесно сотрудничать с участвующими радиоонкологическими отделениями периферийных участников данного исследования. Вот эта таблица, которую я получил с профессора Кохмана, которая является председателем референс-центра по опухолям мозга в Германии, и он, где работает в этом качестве уже, по крайней мере, 10-15 лет, и в этой таблице он суммирует, он пишет, что он может ссылаться на ряд на 44 462 пациентов, и это на этой основе примерно 1900 стандартизованных рекомендаций появилось, касающихся радиотерапии, и более, вот, на более 3000 пациентов была успешно проведена радиотерапия, это удачный опыт, и я также хочу продемонстрировать вам часть примеров из вот исследования здесь, которое было инициировано в 2014 году, и это, в принципе, по положению на феврале этого года 44 пациента были исключены в это исследование, 44 индивидуальных рекомендации были на этих пациентах предоставлены. И вкратце результаты по краниально-спинальной радиотерапии, я могу сказать, что 36 положительные результаты увеличения, небольшие отклонения у 19% и у 45% были отмечены крупные отклонения. есть также пример по ламинок реброза, можно, в принципе, включить ее полностью. есть еще один пункт, это соединение, может быть, также краниально-спинальные планы здесь приносят 60% приемлемых планов и более 40% изменений, исправлений. аналогичным образом 44% лечение с большими дозами радиации, там радиации было примерно, в них 44% крупных отклонений. здесь примеры, где область усиленных доз облучения была недостаточно правильно определена, то есть здесь можно, в принципе, изменить планы и таким образом повлиять на лечение. и в целом, примерно 60% приемлемых и более 40%. то есть перед началом лечения лучше всего, это самый лучший момент для установления связей, и центр радиотерапии в этом случае должен быть очень близок, центр радиотерапии должен очень тесно общаться друг с другом, чтобы люди по случаях к случаю могли изучать и делиться опытом друг с другом, чтобы избежать ошибок до того, как начнется, собственно, сам процесс лечения. И это суммирующий слайд, который позволяет нам продемонстрировать, что примерно присутствие радиотерапии подемонстрировать, что данный центр радиотерапии являлся полезным, что его результаты в целом. Референс-центр действительно выполнял свою работу, обеспечивал качество и при многоцентровом в условиях сотрудничества с существующими исследованиями на предмет терапии онкобольных. Большое спасибо. Вопросы? Большое спасибо за прекрасную и необходимую презентацию для всех нас, потому что очень важно иметь такие центры в России. и мой вопрос в том, сколько занимается при промежуток времени на задавание вопросов, сколько идут запросы от региональных центров до вас, и сколько занимается разработка соответствующего плана радиационного лечения? Я бы сказал, несколько дней. То есть это не недели, не месяцы, а дни. Если референс онкологи, радиологи, они получают все документы по диагностическим процедурам, проведенным до того, то есть гистологию и так далее, и тому подобное. И если это подготовлено более или менее на периферии, тогда информация незамедлительно становится доступной. И это занимает буквально часы. информацию онлайн, и мы должны собирать материал, то это занимает больше времени. Я думаю, что если информация полная, то тогда это, наверное, вопрос одного или двух дней. Спасибо. Да, у меня, наверное, осталось время у нас на один небольшой вопрос. Если это не так, то еще раз спасибо за интересное сообщение. Спасибо.